Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале! Спасибо, что заглянули, спасибо, что нажали эту кнопочку. Мне очень приятно, что несмотря на то, что я выкладываю так много материала, все равно вы успеваете, находите время посмотреть мои видео. Мне очень приятно. Сегодня у нас гюрзя. Чем она отличается от обычных пельмешек? Это то, что здесь внутри жареное мясо. Да и вообще, вы знаете, по идее, например, если так брать, получается, что грузинские хинкали, манты, пельмени, плюс-минус, это все одно и то же. Но на самом деле нет. На вкус это все очень сильно отличается. Я люблю изделия из теста. То есть, начиная от пельмешек, я их всегда обожала. И заканчивая, обожаю грузинские. Вот, поэтому давайте приступим. Что касается вчерашней истории, я не хочу это все размусоливать второй раз. Вы все поняли. Бровей у меня нету. Я не сделала процедуру. Еще раз, как попугай одно и то же там и в инстаграме, и в ютубе я не хочу. Потому что мои истории в инстаграме смотрят 30 тысяч человек. Еще раз то же самое для этих 30 тысяч человек. Повторять и здесь не имеет смысла. Самое главное, что мне позвонили, передо мной извинились. Из-за одного работника вся студия страдать не должна. Ну, в общем, длинная история. Я хочу вдаваться в подробности. Вчера, когда пришла домой, у меня такой настрой был ужасный. Даже мама попросила сделать ногти. Я говорю, мам, у меня нету настроя. Не снимать ничего. Когда нету настроя, это все не то. Однажды я помню, я пошла на работу, когда мне было фигово в плане моральном. Произошел один очень неприятный инцидент с моим братом. Я пошла на работу и допустила там ошибку. Прикиньте, когда голова забита одним, мне кажется, нужно отстраниться от работы. Я, в принципе, могла не идти на работу в тот день, сказать, что там себя плохо чувствую и так далее. Тем более за год моей работы ни разу не было отгула. То есть ни разу не было такого, что я звонила и говорила боссу, что я себя плохо чувствую. Я всегда считала, что эти выходные нужно оставлять на последний день. То есть когда уже вообще безвыходная ситуация. У нас просто работала сотрудница, она была беременная. Я работала помощницей директора. И продавец-консультант, девушка, забеременела, но все равно продолжала работать. У нее где-то был срок 5 месяцев. И так как она беременная, она постоянно просила отгулы, просила пораньше выйти с работы. И директор постоянно мне жаловался, говорил, она женщина, она девушка, я не могу ей отказать. Я мужчина, я понимаю, что ей тяжело. Но нужно понять и меня. Вот придут. С проверкой в магазин. Что мы с тобой будем делать? Скажут, где эта продавщица? Которая при списании должна работать она? Вот что мы скажем тогда. Директор как-то напрямую не мог ей что-то сказать. Потому что девушка беременная. Понятное дело, что у нее сейчас такой период эмоциональный. Беременность проходила очень сложно. Но она продолжала работать. Директор просто хотел сказать, что если тебе настолько сложно, уходи в декрет. Просто проблема в том, что декрет оплачивался только на месяц, по-моему. И то пол твоей зарплаты. Хотя у нее муж был. Вообще мне она очень нравилась. Такая душевная девчонка была. Старалась, вовсю работала. Сама накопила, купила своему мужу машину, чтобы он таксовал. В общем, такая, знаете, прям баба работящая, так скажем. Не просто принеси, подай. А сама старалась всего добиться. Поэтому как-то так. Агюшзе очень вкусные. Я вам оставлю ссылочку. Переходите. Обязательно готовьте. Потому что очень вкусный рецептик. Давайте немного пройдемся по вопросам. Эвелина задает вопрос. Эвелина, тебе огромный привет. Здравствуйте, Айка. Очень рада, что вы приобрели квартиру. Недвижимость это всегда хорошо. Просто смущает один момент. Вы исполнили свою мечту. Но при этом не хотите жить там, а сдавать квартиру чужим людям. По мне, это нелогично и будет круто, если ты сама переедешь и будешь жить у себя на квартире без попечения родителей. Соглашусь с вами. Действительно будет круто, если я буду жить одна, но... У нас в квартире, в которой мы живем, три комнаты. Трехкомнатная квартира. В одной комнате бабушка, в другой мама. А третья комната принадлежит мне. То есть есть где разгуляться. Например, мама снимает какой-то рецепт. Я его монтирую. Я составляю текст. Иногда бывает мы вместе сидим и составляем текст для видео. Для ее канала. Например, я не успеваю приготовить что-то. Для мукбанга спокойно может мама что-то приготовить. Или же, например, мама приготовила для семьи. Как сегодня это была гюрзя. Я просто взяла себе немного и села снимать мукбанг. То есть есть точки соприкосновения. Возможно, если бы я только ходила на работу, и у нас не было бы канала, я, скорее всего, бы переехала жить одна. Но... Например... Некоторые так говорят, как будто я собираюсь сдавать ее бесплатно. Естественно, я за сдачу буду получать деньги. Даже больше скажу. Я знаю человека, которого я поселю там. В общем, получается там 15 тысяч. За 15 тысяч буду сдавать. Вы знаете, например, можно купить машину в кредит. И кредит оплачивать чисто съемными деньгами. Получается, у тебя и машина, и квартира. А квартиру стену-то не съедят. Стены не съедят. Поэтому... Деньги пусть сделают деньги. Почему нет? Или можно копить, например, весь год. А затем поехать куда-то отдыхать. А чё? Взять маму и поехать отдыхать. Вообще можно каждый год на деньги с квартиры съемные просто их откладывать и потом ездить куда-то отдыхать. Если бы, например, в этой квартире был бы еще папа и мой брат, нам было тесно, например, не было бы у каждого своего личного пространства, своего уголочка, то я бы сказала, да. Однозначно перееду, несмотря на все эти моменты. Но так как нас мало, квартира большая, у нас квартира 115 квадрат. Поэтому и так хорошо. Естественно, я исполнила свою мечту. Но это не значит, что все остановилось. А дальше следующие мечты. У меня нет машины. Я хочу заняться каким-то бизнесом. для любого бизнеса нужны первоначальные деньги. Как вкусно. Поэтому как бы квартира будет только помогать мне осуществлять мои планы в дальнейшем. Как я обожаю воду с лимоном. Мне просто нельзя, у меня пониженное давление. Это прям любовь. Любовь, любовь. 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 как я нашла туда квартиросъемщика все очень просто у моего парня есть друг и в общем друг со своей женой они снимают квартиру и снимают намного дороже чем я собираюсь давать им наоборот месторасположение моей квартиры намного удобнее поэтому скорее всего они ту квартиру оставят и переедут ко мне поэтому я как бы сильно дорогой ремонт не делаю сильно дорогую мебель выбирать не хочу потому что сейчас снимают они например да их я знаю я знаю что они ничего не испортят аккуратные девушка вообще врач она очень чистоплотная но до конца моих дней я же не буду сдавать квартиру им правильно возможно попадутся другие люди и супер все евро дорогое мне просто невыгодно поэтому все будем покупать более-менее стараться побюджетнее где что можно взять но старую мебель я не хочу сначала я хотела потом я думаю лучше я за эту цену возьму какой-то бюджетный комплект нежели чей-то поношенный или старый так скажем потому что транспортировка это опять же деньги установка это деньги ладно к черту деньги это нервы а то что ты новое покупаешь они сами приходят устанавливают как бы без никаких проблем голова у тебя вообще не болит поэтому я предпочла покупать новое кухонки смотрели конечно цветовую гамму я буду выбирать по своему вкусу ну например если взять кухню мне очень нравится кухне до потолка ну просто если делать до потолка это обходится в два раза дороже полтора раза дороже а мне как-то надо бюджетненько уложиться я просто иногда думаю вот прикиньте иметь 10 квартир однокомнатных в городе и просто нифига не делать просто их сдавать и жить себе в кайф у нас тоже сейчас очень много деревенских переезжают в город устраиваются на работу поэтому я думаю что потребность в недвижимости она будет я смотрела ютуб канал одной парочки у них в москве было две квартиры они как бы сдали обе просто переехали жить в Турцию и за эти деньги просто за всем двух квартир они просто офигенно живут в Турции нифига не делая в кайф потому что там все стоит копейки море рядом турки тоже народ такой добрый ты в ресторане поел например карточка не прошла твоя тебе просто говорят завтра занесешь деньги хотя видят тебя в первый раз ничего занесешь надо научиться жить просто не заморачиваясь ничего не делая если получится в общем на этом все спасибо вам огромное что досмотрели не забывайте подписываться не только на мой канал еще на инстаграм пока